10 тысяч жителей села Бесага в Шалматинской области могут остаться без питьевой воды. Причина в задолженности частной компании, которая представляет живительную влагу населенному пункту перед предприятием Алматы-Су. Сумма долга уже достигла 120 миллионов тенге и дальше будет только расти. Сегодня сотрудники холдинга хотели отключить подачу водоснабжения, но сельчане не позволили. Чем все закончилось, расскажет Дамир Анитов. Не дают работникам государственного коммунального предприятия выполнить свои должностные обязанности. Оставить 10 тысяч людей без воды мы не даем вам права. Местные жители де-факто оказались заложниками безвыходной ситуации. За воду они платят исправно, а все чеки имеются. Но от водоснабжения их дома хотят отключить. Вся причина в крупной сумме долга компании, которая поставляет воду отдельной части села. Ситуация накалилась до предела. Представители ГКП Алматы-Су приехали отключить воду, но как видите, местные загородили им путь. И не подпускают к колодцу. Вход пошла, нецензурная брань. На место прибыли сотрудники полиции. Сельчане понимают законность действий предприятия Алматы-Су. Однако считают, что отвечать за долги частной компании они не должны. Конечно, мы не дадим ее отключить без воды. Мы не дадим отключать. Не дадим. Любой ценой. Дам дальше, что в голову придет, мы то и будем предпринимать. О чем мы договоримся. Перекроет? Перекроем. Пойдем в демонстрации? Пойдем в демонстрации. В свою очередь, представитель компании-должника заявил, что из-за постоянных аварий недосчитываются 70% дохода. Он предложил передать трубы на безвозмездной основе Акимату. А как быть с долгом? На этот вопрос он ответил уклончиво. Сейчас говорим о задолженности дебюторской в размере 120. Задолженность будем решать. Как? Ну, сейчас вопрос не о передаче. Я не финансист. Выяснилось, что дело уже рассматривается в суде. Тем временем в холдинге Алматы-Су заявили, что, несмотря на решение суда, подачи в воду прекратят. Суд не запрещает, не может запрещать Алматы-Су прекратить подачу услуг. Это указано в типовом договоре, который между Алматы-Су и Тоскомсу. Мы можем прекратить подачу услуг в случае отсутствия оплаты. В одностороннем порядке? В одностороннем порядке. Мы предварительно уведомили, удивляем несколько раз. Уведомили, и мы принимаем меры. Это вынуждение меры, чтобы хотя бы не увеличивалась эта задолженность. Между тем, местные чиновники посоветовали представителям Алматы-Су не рубить с плеча. Они предложили сесть за стол переговоров. Местные исполнительные органы в лице Акимата знают о создавшейся проблеме. Мы решаем, мы работаем над этой проблемой. Но, я думаю, таких резких мер принимать не будет. При этом предприятия Алматы-Су отметили, что эта проблема длится последние полтора года. Теперь в холдинге опасаются, что компания-неплатильщик может объявить себя банкротом, чтобы не выплачивать долг.